В теплицах Брестского коммунальника всегда строгий климат-контроль. Растения обильно пропалывают и поливают, чтобы ничто не мешало их росту. Все для того, чтобы вскоре увидеть результат за пределами теплиц. И забота рук человеческих делает свое дело. Цветы раскрывают свои бутоны. Полив, подкормка, пространство. То, что сейчас уже вовсю цветет и зеленяет, посажено в декабре. Сегодня работы в завершающей стадии, так как через три недели часть здесь растений отправится в открытый грунт. Всего нынешней весной планируется высадить порядка 600 тысяч цветочных растений. Будем использовать мы ампельные растения. Это петуния, сурфиния, ампельная, пеларгония, декоративно-лиственные, это ипомея батат, плиткрантус, хлорофитум, аспарахус. Эти растения будем мы тоже использовать в озеленении вместе с цветущими растениями. Плюс к тому же, как всегда, адаптированная петуния, сорта, которые у нас действительно показали себя положительно по уходу в прошлом году и отнеслись и к засухе, и к таким ветрам, и к погодным условиям, которые выдержали наш климат. Цветоводы, к слову, готовят немало сюрпризов для брещан. В первую очередь будут украшены центральные городские улицы, административные здания, памятные места, оживятые магистрали. В этом году особое внимание агрономов приковано к новой, полюбившейся всем достопримечательности – городской сад. Этот уютный живописный уголок, укрывшийся в тени деревьев, отличается от других зеленых зон и претендует стать туристической жемчужиной. История его очень интересная, и чтобы люди действительно отдыхали в этом саду, тем более там будут устанавливаться скамейки, которые будут для влюбленных, для подарками, для любимых людей, для знакомых, для родственников. Ну и мы, естественно, должны поддержать их цветочным оформлением. Мы должны сохранить, чтобы там и зелень, и красота, и яркость была. Но так как там есть места затененные, мы должны рассмотреть немножко по-другому расстановку клумб и посадку этих цветов. В общем, специалистам коммунальных служб точно не до карантина. Работа кипит, да и погода на руку. Из-за аномально теплой зимы сажать деревья начали задолго до наступления марта. Большая работа в части озеленения предстоит на этот год. В этом году у нас подписаны договора на компенсационные посадки. Это порядка 20 тысяч деревьев по Брест-Энерго. Высадили мы по объектам нашим тоже, где компенсационные посадки, где заказчиком является городской УКС. Это 20 тысяч сеянцев сосны на лесных массивах. По кустарнику в этом году, конечно, пойдет уменьшение, но я думаю, что мы и в прошлом году его очень много посадили. Достаточно, я думаю, что надо делать акцент на древесные насаждения. Акценты расставлены, работа идет своим чередом. Осталось дело за малым – продолжать держать марку красивого, зеленого и цветущего города. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова